И мы видим с вами, что UK, то есть United Kingdom, Великобритания, национализировав свою экономику, собственно говоря, стала больным человеком Европы, в отличие от Германии, которая не стала этого делать. И уже к 60-х годам Германия имела более высокий уровень GDP на душу населения, чем United Kingdom. Это, конечно, следствие такой ригидности элит, которые постепенно, собственно говоря, стали думать только об извлечении своей ренты. США — такой промежуточный вариант, но в этом смысле статистика показательна. Смотрите, в Германии почти что не увеличивается доля государственных расходов, в United Kingdom она активно увеличивается, в США она тоже увеличивается в период сразу после войны незначительно. Я думаю, что главная причина такого фантастического взгляда — это, собственно говоря, 50-е годы и период повления с 1953-го Уайта Эйзенхауэра, который был фискальным консерватором. И мы видим с вами, что это уникальный период в истории США, когда государственные расходы, по сути дела, не росли. В отличие от последующих периодов, когда они значительно стали ускоряться. Уже после этого... Спрашивают, а Корея вам не нравится? Ну вот у меня Хандуша — большой фанат Южной Кореи. Она говорит, типа, давай в Пусан переедем куда-нибудь. Типа там заебись. Я не знаю, в принципе, можно. Мы рассматриваем это как один из вариантов. Южная Корея — да, это классно, это здорово в целом. Джон Кеннеди, когда он стал президентом, в общем-то, не показал себя особым интервенционистом. Мы знаем его знаменитые слова о том, что думайте не о том, что государство должно вам думать и... Есть просто стереотип, что Южная Корея — это дорогая страна, но это совсем не так, ребята. Это как по сравнению с Гонконгом и Сингапуром и, там, не знаю, Москвой, Токио. Пусан и Сеул — это недорогие города совсем. Что вы должны государству... То есть, хотя это явно позиция не индивидуалистическая, но, тем не менее, это не то, что вам все государство предоставит бесплатно. И Уэлтер Липп, он даже об этом сказал, что администрация Кеннеди, она, собственно, как и Уэйсенхауэр, только на 30 лет моложе. То есть, в известном отношении все началось с относительно более либеральной политики. Но Кеннеди наполнил Совет экономических консультантов кинсианцами, которые оказались крайне влиятельными. А как только они попали в правительство, они стали убеждать Кеннеди и всех остальных, что главная проблема Америки — это то, что она слишком мало тратит. А в частности, правительство очень... Не, ну есть же правые кинсианцы, наверное. То есть, ну, кинсианство, его же принято делить на левое кинсианство и правое кинсианство. Ну, в общем, Усанов, понятно, он не любит Кеннца, считает его социалистом. Очень мало тратит. Большой профицит федерального бюджета может вызвать дефляцию и задержку экономического роста. Чтобы этого не было, правительство должно придумать, куда тратить деньги. Как Кенн в свое время говорил, чтобы экономика росла, вам лучше даже закатать просто деньги под землю и поставить значок, что здесь находятся деньги. Это вызовет экономический рост. Кинсианство вместо теории, которая разрабатывалась для Великой депрессии, стало таким повседневным средством, тонизирующим. То есть, грубо говоря, можно сравнить это с неким наркоманом, который принимает это средство устранения некой депрессии, но уже в систематическом порядке. Что, конечно, делает его все более и более зависимым. То есть, казалось бы, все вначале было хорошо, экономический рост при маленьком государстве и при отсутствии всех этих макроэкономических проблем. Но это породило то, что можно назвать головокружение от успехов. Политики стали... Да, это статья Ленина. Или кого, или Сталина. Сыпать обещаниями и пушки, и масло, и все остальное одно... Да, 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 это статья Сталина. Временно рабочие через профсоюзы требовали повышения заработной платы, вне зависимости от производительности труда. У Ленина было про детскую болезнь ливизны в коммунизме. Кенси обещали, что они нашли рецентр регулирования экономики, где мы одновременно можем делать так, чтобы цены не росли, экономика росла и была полная занятость. И для того, чтобы это обеспечить, они придумали вот эту машину. Называется она Money Analog National Income Computer, а аббревиатура будет Маньяк. Этот Маньяк — это своеобразная иллюстрация известной кривой Филлипса. Если вы изучали макроэкономику, то вы знаете, что она устанавливает связь, вот такую вот связь, в премьере так считалось в свое время, между инфляцией и безработицей. И, собственно говоря, кенсианцы — это были вот такие инженеры, которые смотрели на экономику, как на вот этот аппарат. Я думаю, наши... Они хотели АГАЗ сделать, короче. Нам правительству очень пригодилась бы вот такая штука. Потому что, мне кажется, на экономику они смотрят примерно так же, примерно как в советские годы был похожий аппарат. В него запускал монетку, ставил стакан, ударял по нему кулаком и оттуда шипучий напиток появлялся. Да, газировочка была. Был такой, действительно. В ВДНХ стояли такие автоматы на входе в этот самый ВДНХ. Слушайте, а у Санова сколько лет, что он это помнит? Мы с ним, наверное, примерно одного поколения, получается. Ну, примерно так же хотелось бы, наверное, нашу экономику запустить, так, чтобы рост благосостояния был, каких-то особенно реформ нужно было проводить, чтобы инфляции не было и так далее. Безработица тоже, чтобы не была. Ну, если в крайнем случае можно вместо этой машины изобрести очень хорошо функционирующий аппарат, примите это по статистике. Он эту проблему тоже может... Спрашивает, почему Сталин и НКВД не спасло от заговора? Ну, там уже оно, во-первых, не НКВД называлось. Не, ну, если серьезно, там заговор, он оттуда-то, в общем-то, и исходил, по большей части. Ну, последний, из-за которого, собственно, Сталин и рипнулся. Вот, то есть там... Ну, есть определенное основание полагать, что за этим стоял Лаврентий Палыч. Там конфликт был, в общем, интересов, и Лаврентий Палыч, он помнил судьбу своих предшественников на этом посту, во-первых. А во-вторых, там, как... Менгрельское дело всякое началось, то есть, ну, такое-такое. Сталин готовил новую чистку, значит, перед новой войной. И, значит, некоторые члены Политбюро могли стать жертвами этой новой чистки. Точно так же, как Сталин разделывался с предыдущими составами Политбюро. Ну, и Берия, он вроде как пытался сначала бежать, значит, куда-то там к американцам сдаваться, и, значит, потом не получилось. То есть, в общем, в итоге он якобы спланировал покушение, там, завербовав Русталева, сотрудника личной охраны. И его вроде как они там Сталина отравили и так далее. Но это все слухи, понятное дело. Решить. Ну, в общем, как вы видите, это просто такое вот наглядное изображение того, что в свое время Хайек называл пагубной самонадеянностью интеллектуалов. Они полагали, что вот это и есть то, как работает экономика. То есть, люди в белых халатах заходили вот к этому аппарату и думали, что они вот так вот примерно регулируют их... Пишут, но Берию все равно грохнули. Не, но Берию-то грохнули после того, как уже Сталин репнулся. И Берию грохнули именно потому, что опасались, что он, собственно, станет новым диктатором и сконцентрирует в своих руках неограниченную власть, что это будет Сталин 2.0. Поэтому, в принципе, все объединились против Берии. Но потом, кстати, часть людей, которые объединились против Берии, вроде там того же Молотова и Кагановича, их потом тоже от власти отстранили. И серым кардиналом стал Суслов, а, значит, генсеком назначили Хрущева как некую такую серую компромиссную фигуру, что он, типа, не опасен, как бы дурачок просто какой-то, безграмотный. Будет генсеком, а мы будем, значит, за его спиной и всем управлять. А Сталинскую гвардию всю, значит, старую отстранили от власти. Берию убили, а, значит, Молотова и Кагановича там раскритиковали, отправили в отставку на пенсию. Реальность оказалась гораздо сложнее. Если действительно в 60-е годы все более-менее выглядело как на этой кривой, то есть хотите меньше безработицы, давайте печатать больше денег, то есть вызывать инфляцию, то дальше все стало сложнее. Вот это, собственно, набор комбинаций unemployment, то есть безработицы и инфляции с периода 55-го года по 2010-й. Ну, здесь достаточно тяжело увидеть четкую отрицательную корреляцию между этими показателями. Более того, по всей видимости, в долгосрочном периоде, если вы пытаетесь напечатать больше денег, даже если у вас что-то получается, в Лонгранг, это кривая Филлипса, выглядит вертикальней. А может быть, даже и положительный наклон имеет. Вот примерно так будут выглядеть все комбинации возможных этих точек. То есть, грубо говоря, государство поверило в то, что оно может регулировать экономику. Социальные расходы выросли в 25 раз. Это, кстати говоря, по сравнению с тем, что на оборону они выросли в 10 раз. 50% бюджета составляли эти самые социальные расходы. Вначале мы не видим, чтобы особенно активно у нас увеличивалась денежная масса. Вот как раз тот период, период 50-х, 60-х годов, когда политика была более консервативной. И, кстати говоря, примерно такая же ситуация наблюдается и с государственными расходами. Они начинают активно расти в 60-е годы, вот как раз когда Совет экономических консультантов Кеннеди убеждает, что главная проблема американской экономики – это что они не знают, сколько нужно новых программ запустить, чтобы больше татить денег. Обратите внимание, что инфляция, выраженная в виде CPI, Consumption Price Index, тоже в 60-е годы была на достаточно стабильном уровне. Вот, видите, она не сильно увеличивалась. И это, кстати, соответствует вот этой идее монетаристской о том, что в предкосрочном периоде у вас цены могут и не расти, но в долгосрочном периоде у вас экономика вернется к первоначальному состоянию, и исключительно вы получите рост цен. Все это вызывало негативные аспекты для накопления капитала, для производительности. Вот здесь мы видим с вами производительность в частном бизнесе, начиная с 50-х годов, и явный тренд на ее сокращение благодаря всем программам социальной поддержки. Американские корпорации становились все менее и менее конкурентоспособными. Обратите внимание, доля производства стали в США после Второй мировой войны была больше 70%. Уже в 70-е годы она была меньше 20%, причем импорт составлял больше, чем то, что производилось. Государство на это реагировало не самым лучшим образом, то есть, собственно говоря, через профсоюзы, через различных политиков поддерживало неэффективные отрасли и компании. В частности, это касается города Детройт, который продолжал существовать в ужасном состоянии, но благодаря тому, что треть населения там жила за счет пособий. А Линдон Джонсон еще дальше пошел в этом процессе расширения государства. Он принимал законы об общественном вещании, законы о добросовестной упаковке. В чате пишут, получается, после товарища Сталина нынешняя ФСБ цепная собака, которая загрызла своего хозяина и теперь бегает без привязи. Ну, кстати, интересное сравнение, но по сути ты получаешься прав, да. Ну, вообще, если так совсем на серьезную тему съезжать, то, в принципе, инициатива уничтожения Союза Советских Социалистических Республик, создание других партий помимо КПСС, это же все исходило из Комитета Государственной Безопасности, понимаете? То есть никакие диссиденты, вот эти антисоветчики, ни НТСовцы, ни либералы, они не могли же ничего сделать с махиной вот этой тоталитарного совка. Это все, в общем-то, Крючков этим занимался. То есть когда они создали там ЛДПСС, Либерально-демократическую партию Советского Союза, которую, в общем, понятно, кто возглавил и понятно, из какого ведомства этот человек. То есть они до определенного момента Комитет Государственной Безопасности, он подавлял все вот эти сепаратистские тенденции, да, но потом они просто отказались от этого. Они сказали, что, типа, нет, мы не будем больше ничего давить. И обратите внимание, в чьи руки попала власть после распада Советского Союза, вот в России в частности, как в самом крупном осколке совка. То есть кто получил все предприятия в свои руки? Кто стал президентом в конечном итоге, да, выходец из какой структуры? То есть, да, комитетчики, они, в общем-то, ну, то есть был конфликт не только, да, некое межведомственное противостояние, не только между там условным КГБ и условным ГРУ, но был также, как бы было межведомственное противостояние между, ну, хотя это некорректно уже даже называть межведомственным противостоянием, но по сути был конфликт между руководством КГБ и партийными структурами. Потому что КГБ и партийные структуры, это как бы параллельные линии управления государством. И в какой-то момент просто КГБ, оно сожрало партию, по сути. И как бы и всё. То есть условный Мюллер сожрал условного Бормана. Гестапо победило партию. И, в общем-то, коммунистическая идеология исчезла, как некий фасад пропагандистский. Но при этом у власти вместо, собственно, партийных функционеров встали представители КГБ. Какие маркировки законы безопасности на дорогах? О нем говорили даже, что он понимает программу так, как ребенок ест шоколадное печенье. То есть не знает в этом никаких ограничений. И был убежден, что великое общество мы можем построить, не задумываясь о том, сколько на это нужно денег. Конечно, в то же время были популярны идеи Римского клуба. И тоже никто не задумывался неадекватности этих прогнозов, когда предсказывали, что к 2010 году Мью-Йорк будет голодать. И по одним версиям он уйдет по дну, а другой, наоборот, это будет пустыня. Но мы знаем, что эти прогнозы как-то не очень сбылись. А вот шума они наделали много. И сейчас мы видим в каком-то смысле параллель с той эпохой. И, собственно говоря, Линдон Джонсон делал все возможное, чтобы наказать тех, кто не слушался его приказов. То есть вмешивался в работу рынка примерно так же, как Рузвельт. Он же ответственен за то, что американская система медицинского обслуживания является, пожалуй, наихудшей в мире, потому что он создал Medicaid, Medicare. Собственно говоря, именно благодаря этому затраты увеличились только в 1967 году на 16,6%. Все это вызвало знаменитую эпоху стагфляции или стагнации, когда за все десятилетие рынок оказался на том же уровне, на котором был в начале десятилетия. То есть акции не выросли, это очень важно для ведущей экономики мира. Была огромная инфляция, была очень высокая безработица, и требовалось что-то со всем этим делать. Это вызвало протестные движения. Мы знаем, что они прокатились не только по улицам Соединенных Штатов Америки, но и в Великобритании. Они вызвали приход к власти Маргарет. Я не знаю, нужно говорить о том, что конфликт между Дуровым и Усмановым за, значит, собственность над самой, значит, крутой и успешной социальной сетью в России, это на самом деле конфликт между ФСБ и ГРУ. Нет, наверное, лучше не надо этого говорить. Это вечер, которая смогла победить профсоюзы и победить инфляцию. А вот Ричард Миксон, которого считают, ну, по крайней мере, он считался таким консервативным политиком, республиканцем, который за свободу предпринимательства, он боролся с ростом цен, установлением предельных цен, и, в частности, стремился снизить потребление бензина с сокращением скорости движения. Интересно, что в этот же период времени, в 70-е годы, в 73-м году, выходит вся эта знаменитая книга Пола Хейми «Экономический образ мышления». Я думаю, она по времени вышла, потому что многое смогла объяснить для публики. Но какой вывод я могу сделать, краткий из моего сегодняшнего небольшого доклада? Вывод такой, который согласуется с словами Фредерика Бастиа. Хороший экономист отличается от плохого тем, что он обращает внимание не только на выгоды для определенной группы и в короткий промежуток времени, но тем, что он обращает внимание на последствия политики для всех групп и в долгосрочном периоде. Мы увидели с вами, что политика социального государства приводит к разрушению в долгосрочном периоде. Давайте не будем это повторять. Ну, кстати, вывод Усанова мне нравится. Я небольшой фанат идеи социального государства так называемого. То есть мне больше нравится государство с очень либеральной экономикой, которое в итоге становится богатым настолько, что даже не гарантируя никаких социальных благ своему населению, оно, тем не менее, может эти социальные блага ему предоставлять за счет того, что в бюджете много денег. Все это происходит не за счет перераспределения доходов от богатых к бедным, от наиболее эффективных субъектов экономических отношений к наименее успешным. Ну, то есть не в насильственном формате каком-то, да, не за счет повышения налогов. Субтитры создавал DimaTorzok